Хор царско-сельские стрижи – многократный призёр смотров, конкурсов и программ. Он открывает в Санкт-Петербурге шестой международный фестиваль «Все флаги», который знакомит людей с культурой разных стран. На этот раз юные таланты представляют гостям праздника Италию. Неделю назад они вернулись оттуда с дипломами. До сих пор весь коллектив полон впечатлениями от этой поездки. «Мы давали сольные концерты в городе Пезару. Это была академия пения имени Джоакино Рассини. И маэстро этой академии Марио Милани слушал наш концерт, поздравлял с удачным выступлением». Разные страны на протяжении года будут представлены в таких необычных условиях – в торговом комплексе. По словам генерального консула Италии, для популяризации страны подходят и такие многолюдные места. «Это не кажется странным, потому что культуру мы рассматриваем в широком смысле. Хорошая кухня и хорошие рецепты – это тоже часть культуры». А это джазовый коллектив. Он состоит из бывших стрижей. Их руководитель, музыкант-джазмен Лир Уркитис много раз бывал в Италии. В этом году красоту, создававшуюся веками, увидели и его ученицы. Сам маэстро свои впечатления от поездки выражает не только в музыке, но и посредством фотографии. «Вот тут шествие невест. На празднике города все девушки одевают свои платья, в которых они выходили замуж, и они идут по городу. Такого мало где увидишь. Или вода. В Венеции вода. Такой воды нигде нет в мире». Узнать поближе эту страну помогает и мастер-класс для гурманов. Его проводит шеф-повар итальянского ресторана. Он знакомит гостей фестиваля со старинными рецептами. В рамках фестиваля проводятся выставки, концерты и театральные спектакли. «Люди хотят путешествовать. Не у всех хватает денег. А здесь посредством таких форм всё-таки можно немножко больше узнать о стране, которая тебе интересна, познакомиться ближе с культурой». До конца года будет представлено более десяти стран. Следующая – Норвегия. Организаторы надеются, что участники фестиваля из Японии также смогут показать своё искусство. НТД. Санкт-Петербург. Россия.